Всем привет, всем привет! Вы снова на моем канале Ченка Фэмиль Фуд. Сегодня с вами я, Яна и хинкали. Боже, жареный хинкали и вареный хинкали. Это мое любимое. Я обожаю, знаете, грузинскую кухню. Еще у меня здесь грибной суп, сметана и, ну, овощички, это понятно, все горячее. Давайте сразу кушайте, потому что у меня слюнь текут, я так давно этого хотела. Здесь хинкали, свинина, говядина. Все, сразу начинаем, ребят. Всем приятного аппетита, потому что надо кушать, пока горячее. Смотрите. Ой-ой-ой, лишь бы не порвалось. Я фанат грузинской кухни. Когда я вижу, что люди едят грузинскую кухню с той и с той, что им вкусно. О боже мой, как мне в Германии очень не хватало грузинской кухни. Ой, ребят, это чистый кайф. Кстати, хочется съездить в Грузию. Никогда там не была. Не знаю, кстати, почему до сих пор не была в Грузии. Надо, наверное, на лето подумать об этом. Я вообще, знаете, не любитель путешествовать в одни и те же места вот несколько раз. Вот теперь я была один раз в Таиланде. Мне достаточно. Еще раз я туда не хочу ехать. Ммм, остренькие. Наверное, единственный город, который бы я еще раз туда съездила, это, конечно, Париж. Я там не нагулялась. Туда бы я, конечно, действительно хотела бы еще съездить погулять. Мы там были сколько дня? Два, наверное, или три. Ну, маловато, короче, мне было. Еще хочется насладиться этой архитектурой, нагуляться, везде побывать. Я, наверное, в прошлой жизни, знаете, была какой-нибудь аристократкой со своими винными полями. Ну, хотя, знаете, я и так-то непростых кровей у моя прабабушка... У них там есть царская кровь. Так что, может, поэтому меня на все такое тянет. О, боже. Все, я прям вот это утолила, прям хотелось, знаете. Так, девчонки, руки пока не сильно испачканы. Помаду я же взяла, спрашивайте. Карандаш. Никс. Не знаю, в России можно его сейчас где-то купить или нет. Я в Германию же покупала. Никс. Вот, смотрите. Номерок. И вот такой. Никс. Тоже. Где тут номер? Ну, девчонки, не знаю. Вот так покручу. Посмотрите. Где тут номер, непонятно. Все. А то прям, ну, часто спрашиваете. Сразу показала. Так, поехали. Ммм. 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 Там. 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 Ммм. Тьфу. 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 Вконтакте мне девочка написала. Вопрос оставляю я ли я... Не помню, где есть вопрос? Тьфу. 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 Типа Вигейшин с доставки остается, конечно. Для нее я заказываю отдельно. Ну, если я заказываю роллы, для нее я уже откладываю. Вот она, кстати, болела, я снимала, она кушала, она не хотела сниматься. Я ей отдельно ложила, она кушала отдельно. Есть какие-то сладости, что-то новое на пробу я беру на видео. Я сразу беру две штуки. Потому что она тоже захочет попробовать. Почитала тоже комментарий ваш, Сеня. Опять там пишите про Артема. И я думаю, да, пора вам, наверное, снять розовые очки. Насчет чужого мужа, да, почему человек оплачивает школу и квартиру ребенку в Москве. Я думаю, что человек побыл с ребенком вместе. И понял. Что ребенок, это не просто финансирование, да? Что ребенку нужно не только заработать на еду, одежду. Но очень много внимания еще требуется этому ребенку. Ей там не 16 лет, когда можно просто дать ей денег и все. Пап, я пошла. А дальше в таком возрасте, грубо говоря, в обслуживающем, да? Потому что мало просто заработать. Ребенок, его нужно вовремя покормить. Потому что, как правило, мужчины, например, женщины, да? Я знаю, что вот ребенок там к обеду нужно покормить ребенка, там к ужину и так далее. Женщина за 2-3 часа будет готовить еду, потому что знает, что к какому-то определенному моменту ребенок проголодается, ребенка нужно будет покормить. Как делает мужчина? Мужчина, вот по факту, я хочу есть. Типа, сейчас я не голодная, я не хочу думать о еде. Я хочу есть. Типа, вот здесь и сейчас я хочу есть. И еда должна упасть вот просто с неба. И когда происходили такие моменты, знаете, у меня было все готово. Да? Я хочу есть еда в холодильнике. То есть, неважно, заказала я, сама приготовила. Но вовремя, у меня к обеду, к ужину всегда будет еда. Здесь, конечно, не так. Ребенок захотел есть здесь и сейчас, поэтому на доставках тоже, знаете, далеко не уедешь. Тем более в Астане. Вкус виллы нет. В кулинаре, извините меня, ну вот в супермаркете. Ребенка тоже страшно кормить. Пойдет, что тут в ход шли дошираки, чипсики. А пока приедет доставка. Доставка полтора-два часа едет. Ребенок нуждается в гигиене. То есть, ребенок должен быть всегда чистенький. Голову я ему, у него волосы два метра. Еще густые. Она сама еще их промыть, естественно, не может. Мы моем два раза в неделю. У нас шампуни, я вот покупаю просто литровую бадью, потому что вот на этих маленьких флакончиках у нас один раз помыть волосы уходит. Потому что детские шампуни, они еще очень, ну, не мылятся особо. Там побольше нужно объема. Два раза помыть, промыть. Когда я мою голову, у меня, естественно, спина отваливается. То есть я, ну, прям вот на голову, на ее волосы очень много времени уходит. Потом мы еще это все сушим. Бальзам. Сначала два раза шампунем, потом бальзам. Обязательно, потому что у нее бьются, они запутываются. Обязательно нужен бальзам. Потом не расчешешь. Потом сушишь. Сушить очень долго. Густые волосы, я не знаю, на минут 30 только сушим, чтобы их хорошо просушить. Опять-таки тоже средство. Сначала все ей попшикать, все это посушить. Это все требует времени. Что-то ребенку купить. Да, например, тот держит ту же сезонную одежду. Ребенок растет. То есть нужно понимать, что сейчас мы все подхолодали. Сейчас ты видишь, что из этого уже вырастает ребенок. Все это женщина держит в голове и все это организует. И вот этот организационный вопрос в плане быта у нас очень сильно обесценивается. Кажется, что-то такого. Когда ты поживешь, и ты понимаешь, что ты с этим не справляешься, и это на самом деле не так-то просто. Когда ты одно дело ушел на работу, вернулся, и там два часа с ребенком что-то поделал, и все вокруг уже организовано, это абсолютно одно. Но когда и тебе нужно еще все это дело организовывать, это уже, извините, другой вопрос. Поэтому, конечно, дешевле, чтобы ребенок был в Москве, учился со мной, был рядом со мной. Там даже инициатива была больше, знаете, от него. Он вообще не сопротивлялся. И плюс, например, по школе. По деньгам. Многие думают, что типа, боже, там в Москве. Девочки, она ходит в школу. В общем, мы ходили в Астане, в частную школу, а там, вы знаете, проблемы со школами. Мы ели и ели нашли школу. Все школы переполнены. В ту школу, в которую мы ходили, она нам очень не нравилась. И мы думали из нее уходить. Мы хотели пойти в Квантум. Квантум. Но по цене он был, ну, кусался по цене, если честно, обучение в Квантуме. Но... И плюс она еще была переполнена, эта школа. Но мы думали, за лето вдруг попадем туда. Но обучение здесь дешевле, в частную школу, в которой она сейчас ходит в Москве, оно дешевле, чем в Астане, в частной школе, в которую мы хотели пойти. Так что не надо думать, что прям, ну, типа, в Москве, ну, прям очень сильно там... Дорого, вообще, не подниму, не подня... Ой, короче. Поэтому человек поразмыслил и понял, что сейчас начнется школа, ребенок начнет болеть. И с ней надо будет сидеть, надо ездить к врачу. Кто все это делал? Это делал всегда я. Как он это будет совмещать с работой? Сейчас она... Неделю болела. Мне что-то еще редька забыла. Я более мобильна в этом плане. Я могу свой график изменять, могу его двигать. Что, она забыла? Неделю сидела дома. Он со своей работой такого себе позволить не сможет. Потому что она в частную школу, неважно, частную, у тебя там миллион рублей, миллион у тебя там школы это стоит. Не важно, сколько ты за ней платишь. Если ребенок болеет, в школу она не пойдет. С ней надо сидеть. А бабушек рядом нет. В Астане с нами родители не живут. Поэтому в этом плане вопрос очень быстро решился. Ой, как вкусно. Ну, много. Девушка, много. Надо есть вот это. Я прям обожаю хинкай. Просто обожаю. Но сама вы не приготовите. Вот это само тесто. Можно, но это будут пельмени. Это вот... Это не... Надо вот, чтобы это готовили, знали, как готовить. Потому что самим нереально такое приготовить. Это какой-то бешпамак тоже, знаете. Я обожаю казахский бешпамак. Но именно, когда готовят казахи. И тесто. Оно другое. Мы сами тоже готовим, но это не то. Это вообще не то, понимаете. Ну, это вкусно. Но это не то. Казахский бешпамак, это вообще... Это другое. Они вот... Все равно... Хоть ты вроде готовишь, вот как они готовят. То же самое вот и хинкали. То есть вот... Вроде ты готовишь как-то по рецепту, но все равно не то получается. Поэтому, когда хочется насладиться, я, конечно, заказываю. Ребята, очень вкусно. Я же даже суп просто вообще забыл. Ребята, спасибо, что были сегодня со мной. Жду вас на следующей Макбанке. До новых встреч. Пока.